Итак, продолжаем знакомиться со 100-летной водой Бруно Банани Умэн. Умэн оказалась троптивой, но я рада вам сообщить, что при тестировании ни одного Бруно Банани не пострадало. И, в общем-то, краш-тест, то и краш-тест. Во-первых, хотелось бы сказать дизайнерам, что не всегда бывает удобен такая форма флакона, особенно для таких экстремалов, как я. Ну, а во-вторых, что, наверное, имеет смысл развернуть сопло в другую сторону и попытаться протестировать флакон в другом положении. Посмотрим, какие успехи нас будут ожидать при таком положении. Ага, ох, как туго нажимается. Да, как вот видите, я говорила, что дырочка сразу видно в сопле. Очень тонкая и такая же тонкая струя, узконаправленная. Вот. Да, давление очень большое. Объем, не сказать, что слишком велик. Самой струи. Угу. Значит, действительно, как ни странно, но, несмотря на отсутствие малилы, ноты напоминают запах малиновый. Ванили очень много сразу слышно. Слышны фрукты. И такая какая-то химическая нота. Не могу сказать, что бы это могло быть. Возможно, плющ или фресия. Ну, такая по-химически терпкая. Возможно, и мускус синтетический. Кувшинку, как ни странно, я не слышу. Такой, какой я ее ожидала. Апельсин, пожалуй, да. Пожалуй, из стартовых нот слышны апельсины. Плющ. Горько-терпкий. Затем персик с ванилью. Затем фресия. Ландыш, не могу сказать, что здесь достоверный. Пока не чувствую я такого раскрытия Ландышева. Однако, есть за счет вот этих терпко-горьких нот, я полагаю, что это все-таки фресия и плющ. Какая-то синтетичность звучания. Немножечко звучит таким освежителем воздуха. Но, возможно, это взаимодействие с кожей. Возможно, также и следствие падения. Кстати говоря, при падении все-таки немного небольшие выщерблины появились у меня во флаконе. Но, в общем, в целом, он крепок. А что же до запаха, надо попытаться его разносить. Что я сделаю. И сообщу вам. Но, действительно, могу признать, что первые ноты напоминают. Жордани Вайт Голд. Почему-то есть ощущение малины, которое в пирамиде не указано. Что там у нас было в составе. Гераниол. Возможно, это он дает нам такие нотки. Горьковатые. Я бы сказала, что вот кислинки, о которых я ожидала, меньше всего. А есть сладость и горечь. И, возможно, из-за этого возникает такое ощущение синтетичности. Разношу. И обязательно еще в одном дополнительном видео. Отчитаюсь о том, как же себя повела эта вода при нанесении на волосы без контакта с кожей. Насколько она шлейфовая, стойкая, как к ней люди относятся окружающие. Ну, а на сегодня все. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok